Всем привет! Продолжаем играть в Fallout, а я продолжаю зачитывать книгу Совершенный код Стива МакКоннелла И получается у меня ни то, ни сё, ни рыба, ни мясо Не играю нормально, не читаю нормально Ну, такой был комментарий Когда-то я его увидел, не вчера, а был короче Так вот, если у вас нет этой книги, бегом бегите и покупайте Ну а если же вы продолжаете смотреть Знаешь, вам такой формат подходит, подходит тоже Ну если, скорее всего, вы включаете это на фоне И оно на фоне себе играет, и вы что-то там слушаете Итак, я загружусь А, и начинается у нас глава 17 Нестандартные управляющие структуры В которой будут такие подглавы Множественные возвраты из метода Рекурсия, оператор go to Ну и перспективы нестандартных управляющих структур Так Где я? Насколько я помню, я там побежал Да, 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 ребятки Я побежал дальше Блин, у меня упала вода Прошу прощения У меня еще этот Зарядка от ноута упала Вода упала и зарядка Может быть было шумно Так, короче, где я? Я в убежище Я не там, где был Тогда, когда мы виделись последний раз Вот Я в убежище Ну, короче, так получилось Я побежал опять эти вещи продавать Патроны искать Слово за слово Забежал в одно место, в другое И в результате очутился тут В этом убежище Здесь меня попросили Найти какие-то детали Я эти детали нашел Здесь были всякие нехорошие люди Я их поубивал И чем я сейчас занят? Тем, что я ношу эти шмотки в машину А из машины я потом их продаю Вот видите, все нахожу и продаю И... И... А где патроны? Неожиданно Нет патронов Может в машине, кстати? Винтовка очень крутая Я с этой винтовкой просто всех уничтожаю Но у меня же были патрончики Блин Надеюсь, они в машине Я так надеюсь, что я их туда переложил В машину для того, чтобы Ну, они не занимали место в инвентаре И чтобы я смог попереносить Вот эти все вещи Которые я позабираю у Мертвых Рейн... Ну, не Рейнджера, а налетчики Так, сейчас давайте К машине Где-то машина Вот она И так я вот бегаю, бегаю Ношу туда Все это шматье А, нет А, вот 472 патрончика Это с учетом того, что я уже поубивал кучу народа Так что, так что я сейчас их буду носить И продолжим зачитывать А это потом я все продаю Все продаю барыгам всяким Вот эти детали Которые надо было найти Я их нашел Ого Даже не обратил внимания Это бегаю, бегаю, собираю 40 стимуляторов Круто Можно будет даже этим Пораздавать Ну, своим спутникам Которые там в Рейдинге стоят Стоят уже Какой день ждут меня Так, ладно Идем Множественные возвраты Из метода Большинство языков Поддерживают некоторые способы Возврата управления После частичного Выполнения метода Операторы Ретурн или Экзит Или Ехит Или Эхит Управляющие структуры Которые позволяют Программе При желании Завершить работу метода В результате Функция завершается Через нормальный Канал выхода Возвращая управление Вызывающему методу Слово Ретурн Здесь используется Как общий термин Обозначающий Ретурн В C++ И Java C Sharp И других подобных Языках Есть экзит В каких-то тоже языках Вместо ретурна В основном Ретурн Итак И дальше Я сейчас зачитаю Основные принципы Использования Ретурна Используйте Ретурн Если это повышает Читабельность В некоторых методах При получении Ответа Хочется сразу Вернуть управление Вызывающей стороне Если метод Определен так Что обнаружение ошибки Не требует Никакой дополнительной Очистки ресурсов То отсутствие Немедленного возврата Означает необходимость Писать лишний код Упрощайте Сложную обработку Ошибок С помощью Сторожевых операторов Досрочных Ретурн Или Экзит Если программа Вынуждена Проверять Большое количество Ошибочных ситуаций Перед выходом Или перед выполнением Номинальных действий Это может Привести К коду Очень большой Вложенности И замаскировать Номинальный вариант Соответственно Предпочитайте Использование Ретурн Ну то есть Вначале Вы проверяете Какие-то Пусть некорректные Возможно Данные И сразу Досрочно Завершаете Выполнение метода Минимизируйте Число возвратов Из каждого метода Тяжело понять Логику метода Если при чтении Его последних строк Вы не подозреваете О возможности Выхода из него Где-то вверху По этой причине Используйте Операторы Возврата Благоразумно Только если Они улучшают Читабельность Так Следующая У нас подглава Это Рекурсия При рекурсии Метод решает Небольшую часть задачи Разбивая задачи На меньшие порции И вызывает Сам себя Для решения Каждой Из этой порции Обычно Рекурсию Применяют Когда Небольшую часть Задачи Легко решить А саму задачу Просто разложить На составные части Рекурсия Не часто Бывает Необходима Но При аккуратном Использовании Она позволяет Создавать Элегантные Решения Допустим У вас есть Тип данных Представляющий Лабиринт Лабиринт Это Обычно Некая сетка В узлах Которые Вы можете Повернуть Направо Налево Переместиться Вверх Или вниз Часто Существует Возможность Двигаться В нескольких Направлениях Как вы будете Разрабатывать Программу Для поиска Пути Через Лабиринт Если вы Используете Рекурсию Ответ Довольно Прост Вы Начинаете От входа И Пробуйте Все Возможные Повороты Пока Не найдете Выхода Попытая В точку В первый раз Вы пробуете Повернуть Налево Если это Невозможно То пробуете Пойти Вверх Или вниз В конце Концов Вы Попытаетесь Пойти Направо Вам не Надо Бояться Заблудиться Потому что На каждом Перегрестке Вы оставляете Несколько Хлебных Крошек И не Поворачиваете В одну И ту же Сторону Дважды Соответственно Вот здесь Как раз Очень Хороша Будет Рекурсия Вы Проверяете Все точки Если Вы Точка Выхода Не найдена Значит Вы Там Ну К примеру Следуете Правилу Всегда Поворачивать Направо То есть Находясь На одной Точке Вы Покрутились Если Все стороны Обследовали Выхода Нету Поворачивайте Направо И так далее Соответственно Функция Будет вызывать Каждый раз Сама себя И с помощью Этой рекурсии Вы всегда Найдете Выход Ну если Он действительно Есть Советы По использованию Рекурсии При Применении Рекурсии Имейте ввиду Следующие Советы Убедитесь Что Рекурсия Остановится Проверьте Метод Чтобы Убедиться Что Он Включает Нерекурсивный Путь Обычно Это значит Что В методе Присутствует Проверка Останавливающая Дальнейшую Рекурсию Когда В ней Отпадает Необходимость Предотвращайте Предотвращайте Бесконечную Рекурсию С помощью Счетчиков Безопасности Если Вы Применяете Рекурсию В ситуации Не позволяющей Сделать Простую Проверку Простую Проверку На Завершилась Ли Рекурсия Или нет Добавьте Счетчики Безопасности Дабы Избежать Бесконечной Рекурсии Счетчиком Должна быть Такая Переменная Которая Не будет Создаваться При каждом Вызове Метода Используйте Переменную Член Класса Или Передавайте Счетчик Безопасности В виде Параметра Ну Либо Можно Использовать Статическую Переменную Огранички Рекурсию Одним Методом Циклическая Рекурсия А вызывает Б Б Вызывает С С Вызывает А Представляет Опасность Потому что Ее сложно Обнаружить Осмысление Рекурсии В одном Методе Достаточно Трудоемкое Занятие А понимание Рекурсии Охватывающей Несколько Методов Это Уж Слишком Если Возникла Циклическая Рекурсия Обычно Можно Так Перепроектировать Методы Что Рекурсия Будет Ограничена Одним Из них Если Это Не Получается А Вы Все Равно Считаете Что Рекурсия Это Лучший Подход Используйте Счетчики Безопасности Для Страховки Следите За Стэком При Использовании Рекурсии Вы Точно Не Знаете Сколько Места В Стэке Будет Занимать Ваша Программа Кроме Того Тяжело Заранее Предсказать Как Будет Вести Себя Программа Во Время Выполнения Однако Вы Можете Предпринять Некоторые Усилия Для Контроля Ее Поведения Во Первых Если Вы Добавили Щетчик Безопасности Одним Из Принципов Установки Его Предела Является Возможный Размер Используемого Стэка Сделайте Этот Предел Достаточно Низким Чтобы Предотвратить Переполнение Стэка Во Вторых Следите За Выделением Памяти Для Локальных Переменных В Рекурсивных Функциях Особенно Если Переменные Достаточно Объемные Иначе Говоря Лучше Использовать New Для Создания Объектов Куча Чем Позволять Компилятору Генерировать Автоматические Объекты В Стэке Не Используйте Рекурсию Для Факториалов И Чисел Фибоначчи Одна из проблем С учебниками По Вычислительной Технике В том Что Они Предлагают Глупые Примеры Рекурсии Типичными Примерами Являются Вычисления Факториала Или Последовательности Фибоначчи Рекурсия Мощный Инструмент И Очень Глупо Использовать Ее в этих двух случаях Если бы Программист Работающий У меня Применял бы Рекурсии Для вычисления Факториала Я бы Нанял Кого-то Другого Ну Это Не я Это Стив Макконел Если Что Ну И Он Ну Как бы Я с ним Согласен Да И Здесь Объясняется Почему Или Нет Сейчас Здесь Просто Есть Пример Да Рекурсивный И Нерекурсивный Способ Вычисления Факториала Ну да Не считая Медленного Выполнения И непредсказуемого Использования Памяти Рекурсивный Вариант Функции Труднее Для Понимания Совершенно Верно Итак Ну здесь Он привел Пример Рекурсивного Вычисления И Нерекурсивного Так вот Из этого Примера Можно усвоить Три урока Первый Учебники По Вычислительной Технике Не оказывают Меру Услугу Своими Примерами Рекурсии Второй И более Важный Рекурсия Гораздо Более Мощный Инструмент Чем Можно Предположить Из Сбивающих С толку Примеров Расчета Факториала И чисел Фибоначчи Третий Самый Важный Вы Должны Рассмотреть Альтернативные Варианты Перед Использованием Рекурсии Иногда Один Способ Работает Лучше Иногда Другой Но Прежде чем Выбрать Какой-то Один Надо Рассмотреть Оба Так Этот Подраздел Закончился И Начинается Новый Оператор GoTo Вы Могли Думать Что Дебаты Вокруг GoTo Утихли Но Короткая Экскурсия По Современным Репозиториям Исходного Кода Таким Как SourceForge.net Показывает Что GoTo Все еще Жив Здоров И Глубоко Укоренился На сервере Вашей Компании Более Того Современные Эквиваленты Обсуждения GoTo До сих пор Возникают Под разными Личинами Включая Дебаты О Множественных Возвратах Из Методов Множественных Выходах Из Цикла Именованных Выходах Из Так Аргументы Против GoTo Сейчас Как-то Встать Надо По-людски Основной Аргумент Против GoTo Состоит В том Что Код Без GoTo Более Качественный Знаменитое Письмо Dijkstra GoTo Statement Consided Harmful Обоснование Пагубности Оператора GoTo В мартовском Номере Communications Of The ACM 1968 Года Положило Начало Дискуссии Dijkstra Отметил Что Качество Кода Так Сейчас Что Качество Кода Обратно Пропорционально Количеству GoTo Использованных Программистом В последующих Работах Dijkstra Утверждал Что Корректность Кода Не Содержащего GoTo Доказать Легче Ну Dijkstra Я думаю Вы понимаете Человек Тоже Не Последний Не Последний Так Да Что Что Сколько Тут Еще Шмоток Всяких Валяется Это Хорошо Конечно Что Их Много Но Их Надо Кому То Продавать И Че Че Все Надеюсь 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 Все Код С Операторами GoTo Трудно Форматировать Для Демонстрации Логической Структуры Используются Отступы А GoTo Влияет На Логическую Структуру Однако Использовать Отступы Чтобы Показать Логику GoTo И места Его Перехода Сложно Или Даже Невозможно Применение GoTo Препятствует Оптимизации Выполняемой Компилятором Некоторые виды Оптимизации Зависят От Порядка А Выполнение Некоторых Выражений Подряд Безусловный Переход GoTo Усложняет Анализ Кода И Уменьшает Возможность Оптимизации Кода Компилятором Таким Образом Даже Если Применение GoTo Увеличивает Эффективность На Уровне Исходного Кода Суммарный Эффект Из-за Невозможности Оптимизации Может уменьшиться Сторонники Операторов GoTo Иногда Приводят Довод Что они делают Программу Быстрее И проще Но Код Содержащий GoTo Обычно Не самый Быстрый И Короткий Из Всех Возможных Изумительная Классическая Статья Дональда Кнута Структур Программинг With GoTo Статемент Структурное Программирование И операторы GoTo Содержит Несколько Примеров В которых Применение GoTo Приводит К более Медленному И объемному Коду И эта Статья Кнута Ну От 1974 Года Хотите Можете Поискать На практике Применение Операторов GoTo Приводит К Нарушению Принципа Что нормальный Ход Алгоритма Должен быть Строго Сверху Вниз Даже Если GoTo При аккуратном Использовании Не сбивают С толку Как только Не появляются Они начинают Распространяться По коду Как термиты По Разрушающемуся Дому Если Разрешен Хотя бы Один GoTo Вместе С пользой В код Проникает И вред Так что Лучше Вообще Запретить Использование Этого Оператора В целом Опыт Двух Десятилетий Прошедших С публикации Письма Дейкстры Показал Всю Недальновидность Создания Кода Перегруженного Операторами GoTo В своем Обзоре Литературы Бен Ш Ней Дерман Сделал вывод Что факты Свидетельствуют В пользу Дейкстры И нам Лучше Обходиться Без GoTo А многие Современные Языки Включая Java Даже Не содержат Такой Оператор Аргументы В защиту GoTo Сторонники GoTo Ратуют За осторожное Применение Оператора При определенных Обстоятельствах А не За Неразборчивое Употребление Большинство Аргументов Против GoTo Говорит Именно О неразборчивом Его применении Дискуссия О GoTo Вспыхнула Когда Фортран Был Наиболее Популярным Языком Фортран Не имел Приличных Циклов И в отсутствии Хорошего Совета По созданию Цикла С помощью GoTo Программисты Написали Кучу Спагетти Кода Такой код Несомненно Коррелировал С выпуском Низкокачественных Программ Но это Имело Отдаленное Отношение К аккуратному Использованию GoTo Позволяющему Заполнить Пробелы В возможностях Предоставляемых Современными Языками Программирования Правильно Расположенный GoTo Способен Помочь Избавиться От дублирования Кода Такой код Создает Проблемы Если Две его части Модифицируются По разному Дублированный Код Увеличивает Размер Исходного И выполняемого Файлов Отрицательный Эффект Применения GoTo Перевешивал Недостатки Дублирования Кода Оператор GoTo Может пригодиться В методе Который Сначала Распределяет Ресурсы Выполняет С ними Какие-то Операции А потом Освобождает Эти ресурсы Используя GoTo Вы можете Выполнять Очистку В одном Месте Оператор GoTo Уменьшает Вероятность Того Что Вы Забудете Освободить Ресурсы При Обнаружении Ошибки Порой GoTo Позволяет Создать Более Быстрый Короткий Код Выше Помянутая Статья Кнута 1974 Года Рассматривает Несколько Вариантов В которых GoTo Дает Ощутимое Преимущество Хорошее Программирование Не означает Исключение Всех GoTo Систематическая Декомпозиция Усовершенствование И разумный Выбор Управляющих Структур Обычно Автоматически Приводит К программам Не содержащих GoTo Стремление К коду Без GoTo Это не цель А результат И бесполезно Заострять внимание Исключительно На устранении GoTo Десятилетия Исследований Операторов GoTo Не смогли Продемонстрировать Их Вредоносность В обзоре Литературы Б.А. Шейл Сделал вывод Что Нереалистичные Тестовые условия Плохой анализ Данных И неубедительные Результаты Не подкрепляют Заявления Шенейдермана И других Что число ошибок В коде Пропорционально Количеству GoTo Шейл Не зашел Так далеко Чтобы утверждать Что использование GoTo Хорошая идея Он лишь показал Что экспериментальные Данные Против этих Операторов Неубедительны И наконец Операторы GoTo Входят в Множество Современных Языков Программирования Так И Что у нас тут Дальше Что у нас тут Дальше Воображаемая Дискуссия По поводу GoTo Ну вот так Подглава Начинается Отличительная Особенность Большинства Обсуждений GoTo Это поверхностность Спорщик Утверждающий Что Что GoTo Это зло Приводит Тривиальный Фрагмент Кода Содержащего Оператор GoTo А затем Показывает Как легко Его можно Переписать Без GoTo Это доказывает Главным образом То Что Тривиальный Код Можно легко Написать И без GoTo Спорщик Утверждающий Я не могу Жить без GoTo Обычно Приводит Случай В котором Исключение GoTo Выливается В дополнительные Сравнения Или дублирование Кода Это доказывает В основном То Что есть Случаи В которых GoTo Позволяет Выполнить На одно Сравнение Меньше Это Незначительная Выгода Для современных Компьютеров Большинство Учебников Так же Не помогает Они Приводят Простой Пример Переписывая Переписывание Некоторого Кода Без GoTo Как будто Это все Объясняет В наши Дни Уже Тяжело Добавить Что Нибудь Стоящее К теоретическим Дебатам Вокруг GoTo Однако На что Обычно Не обращают Внимания Так это На ситуации В которых Программист Полностью Представляя Себе Альтернативы Без GoTo Все же Решает Использовать Его Для улучшения Читабельности И качества Сопровождения Следующие Разделы Тут Примеры GoTo Я наверное Как нибудь Если не забуду Сделаю Отдельный Видос Уже С Примерами С Примерами Ну тут Примеры Обработки Ошибок И Операторы GoTo Так Да Я вернулся Фергюс Так что делать Мне опыт Дали Нет Не дали Опыта Так А Все Я понял Ого 5000 Опыта Ух ты Я новый уровень Взял Круто Круто О О Вот Еще Одно Так Чтобы Мне Добавить Обращение С оружием Вы Получаете Плюс Три К силе При Обращении С оружием У меня 6 Если я возьму Оружие То у меня Получается Будет Плюс Три К силе Так Я наверное Сохранюсь Сейчас проверим Восприя Вор Не 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 Блин Какие-то тут Странные Эти Подвижный Парень О Подвижный Парень Дает вам Дополнительное Действие Во время Хода Это Даже Для Любого Действия По идее Могу Два Раза Стрелять Обращение С оружием А ну-ка Давайте У меня было 6 У У Э А что Плюс Три Силы Нету Нафиг Не Подходит Сейчас Что-то Другое Где Мышка Вот Она Так Бонус Движение Но Движение Не Надо Рукопаш Не Надо Быстрый Доступ Не Надо Силы Я Добавлял Уже Нет Источник Каменная Стена Нет Легкий Шаг Нет Мастер Камасутры Да Мастер На Все Руки Это Дает Наверное Подвижный Парень Раз Так И Теперь Тяжелое Оружие Будем Дальше Качать Или 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 Ну Взлом В принципе Так 41 Тяжелое Оружие Хрен Его Знают Что же Делать О Подожди Катика Первая Помощь Использование Первого Восстанавливает Больше Вот Это же По-моему Если Стимулятор Использую Больше Чков Будет Восстанавливаться Чем Чем Вот Так 60 Тяжелое Оружие Или Легкое Качать У меня Так Классно С этой Винтовки Получается Стрелять Ладно Давайте Наверное Науку Вот Так Вот Сделаем Потому Что У меня Такое Ощущение Что Мне Надо Будет Еще Ломать Что То Компьютерами Дело Иметь Вот Так И так Сколько У меня Опыта До Следующего Уровня Надо Ого Сколько Тут Короче 17 Тысяч Это 17 Двести Где-то Ёлки-палки Ёлки-палки Так Может Быть Какие-то Еще Квесты У них Тут Некий Ф Черт Ух ты Еще Четыре Тысячи И Пять Единиц Кармы Не Сегодня Никогда Как Это А Че Так А Почему Так Президент Мне Больше Никогда Не Заплатит Не Подожди От Четыре Тысячи Очков Опыта Я Получил Да Да Круто Ребятки Все Нормально Так Ладно По поводу Тут Примеров Много 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 Да Тут Возможно Надо Отдельно Видео По Гоуту Сделать В котором Приводить Эти Примеры Я То Их Практически Не Использую Так Ладно Это Я Пропускаю И Идем Дальше Итак Краткий Итог Основных Принципов Использования Гоуту Использование Гоуту Это Вопрос Религии Догма Стива Макконнелла В Современных Языках Вы Легко Можете Заменить 9 Из 10 Операторов Гоуту Эквивалентными Последовательными Конструкциями В этих Простых Случаях Вы должны Заменять Операторы Гоуту Просто По Привычке В Сложных Случаях Вы Также Можете Изгнать Гоуту В 9 Случаях Из 10 Можно Разбить Код На Меньшее По Размеру Методы Использовать Try Finally Или Выложенные If Проверять И перепроверять Статусную Переменную Или Реструктурировать Условные Выражения Исключить Гоуту В таких Случаях Сложнее Но это Хорошее Умственное Упражнение А методы А методы А методы Так Не Не Сиди Сюда А методы Обсуждаемые В этом Разделе Предполагают Вам Инструменты Для Этих Целей В Одном Случае Оставшимся Из 100 В Которых Применение Гоуту Вполне Легальное Решение Задачи Подробно Задокументируйте А затем Используйте Его То есть Тот Случай Когда Вот Просто Никак Нельзя И И Только Гоуту Тогда Нужно Обязательно Задокументировать Если У вас На ногах Резиновые Сапоги Не Стоит Обходить Весь Квартал Чтобы Не Запачкаться Уже В Грязной Луже Но Не Отвергайте Варианты Избавления От Гоуту Предлагаемые Другими Программистами Они Могут Заметить То Что Вы Не Обратили Заметить То На Что Вы Не Обратили Внимание Вот Сводка Принципов Использования Гоуту Применяйте Гоуту Для Эмуляции Структурированных Управляющих Конструкций В Языках Не Поддерживая Идющих Их Напрямую Причем Эмулируйте Их Точно Не Зло Употребляйте Дополнительной Гибкостью Предлагаемой Предоставляемой Оператором Гоуту Не Используйте Гоуту Если Доступна Эквивалентная Встроенная Конструкция Измеряйте Производительность Всех Гоуту Используемых Для Повышения Производительности Для Повышения Эффективности В Большинстве Случа Вы Можете Переписать Код Без Гоуту С Целью Повышения Читабельности И При этом Не Подтерять В Эффективности Если Ваш Случай Исключение Задокументируйте Улучшение Эффективности Так Чтобы Поборники Кода Без Гоуту Не Удалили Эти Операторы Когда Их Увидят Ограничьтесь Использованием Одной Метки Гоуту На Метод Если Только Вы Не Эмулируете Управляющие Конструкции Используйте Операторы Гоуту Так Чтобы Их Переходы Были Только Вперед А Не Назад Если Только Вы Не Эмулируете Управляющие Конструкции Убедитесь Что Используются Все Метки Гоуту Не Используемые Метки Могут Служить Признаком Недописанного Кода А Именно Того В котором Осуществляется Переход По Этим Меткам Если Метки Не Используются Удалите Их Убедитесь Что Гоуту Не Приводит К Созданию Недостижимого Кода Если Вы Менеджер Думайте О Перспективе Битва По Поводу Одного Единственного Гоуту Не Стоит Поражение В Целой Войне Если Программист Представляет Себе Альтернативу И готов К диалогу То Возможно Гоуту Вполне Допустимо Перспективы Нестандартных Управляющих Структур Ну Это Типа Новая Подглава Так Так И Что У Него Тут Есть Ух Ты О Мои Патрончики Мои Любимые Патрончики Так Но Чтобы Купить Эти Патрончики Мне Надо Сейчас Что Небудь Ему Впарить Сейчас Я Хорошая Идея И две Точки И Что Тут Перечислено Неограниченное Использование Операторов Гоуту Возможность Применения Возможность Вычислять Метку Перехода Гоуту Динамически И переходить По этому Адресу Возможность Применения Гоуту Для Перехода Из Середины Одного Метода В середину Другого Возможность Вызвать Метод С помощью Номера Строки Или Метки Которые Позволяют Начать Выполнение С середины Метода Возможность Генерации Кода Программой Налиту И Немедленного Его Выполнения В свое Время Каждая Из этих Идеи Считалась Приемлемой Или Даже Желательной Хотя Сейчас Они Все Выглядят Безнадежно Устаревшими Или Опасными Или Опасными Область Разработки ПО Развивается Во многом Благодаря Ограничению Того Что Программисты Могут Сделать Со Своим Кодом В связи С этим Стив Макконнел Рассматривает Нетрадиционные Управляющие Структуры С Большим Скептицизмом Он Подозревает Что Большинство Конструкций Упомянутых В этой Главе Со Временем Окажется На Свалке Программистских Отходов Наряду С Вычисляемыми Метками Гоуту Плавающими Точками Входа В методы Самомодифицирующимся Кодом И другими Структурами Отдающими Предпочтению Гибкости И Удобству В ущерб Структурированности И Возможности Управления Сложностью Так Мне надо Эти патрончики Они стоят 3000 Вот так Ого 6000 Это уже Много Значит Надо 762 Прикупить О Теперь 8000 А если Вот так Вот 7000 7600 Надо 400 Короче Добавлю Блин У меня уже 38000 Денег Сдачи Не надо Купи себе Кофе Там Не знаю Так 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 Итак Ну И у нас Завершается Глава Контрольный Список Нестандартная Управляющая Структура Итак Возвраты Используют ли Методы Операции Возврата Только при Необходимости Улучшают ли Операторы Возврата Читабельность Содержит ли Рекурсивное А Это все По возвратам Теперь по Рекурсии Контрольные Вопросы Содержит ли Рекурсивный Метод Код для Прекращения Рекурсии Используется ли Метод Счетчик Безопасности Для Гарантии Того Что Выполнение Будет Завершено Ограничена Ли Рекурсия Одним Методом Соответствует Ли Глубина Рекурсии Ограничением Налагаемым Размером Стэка Программы Является Ли Рекурсия Лучшим Способом Реализации Метода Не лучше Ли Использовать Простые Итерации И Контрольный Список Вопросов По GoTo Используется Ли Операторы GoTo Только Как Последнее Средство И Лишь Для Того Чтобы Сделать Код Удобнее Для Чтения И Сопровождения Если GoTo Используется Ради Эффективности Был Ли Прирост Эффективности Изменен И Задокументирован Чето я не понял Тут Появились Огороды Ладно Ограничено Ли Использование GoTo Одной Меткой На Метод Выполняются Ли Переходы GoTo Только Вперед А не Назад Все Ли Метки GoTo Используются И Ключевые Моменты Множественные Возвраты Могут Улучшить Читабельность И Сопровождаемость Метода И Помогают Избежать Глубокой Вложенности Тем не менее Использовать Их нужно Осторожно Рекурсия Предлагает Изящное Решение Для Небольшого Набора Задач Ее Тоже Нужно Использовать Аккуратно Иногда Операторы GoTo Лучший Способ Облегчить Чтение И Сопровождение Кода Таких Случаев Очень Немного Используйте GoTo Только Как Последнее Средство Ну На этом Все Глава 17 Закончилась И И И На Сегодня Тоже Все Я тут Еще Пару Минут Побегаю И Тоже Все Поэтому Ну Поэтому Кто не хочет Смотреть Тот Не Смотрите Не Смотрите А Кто Хочет Тот Смотрите Вот Так Что Я не Понял С Этим НКР Этот Штрих Сказал Что Президент Больше Не Хочет Меня Видеть Как Так То Я Им Помог Да Тут По-моему Наладилось Да Вон Появились Огорода Их Не Было Блин А мне Ж Надо Там Квесты Какие Еще Это НКР Так А тут Что Это Кровать Так Ладно Поедем Наверное Поеду Я Это Куплю Там У Одного Торговца В НКР Были Ядерные Батарейки Надо Сейчас Купить Так Рынок Сейчас Надо До Утро Поспать А то Я Эту Темноту Не Люблю Хотя Ночью Иногда Там Можно Встретить Тех Кого Не Встретишь Днем Так И Сейчас Мне Надо Затариться Вещами Чтобы Обменять На Ядерные Батарейки Книженцию Надо Прочитать Кстати Это Я Наверное Половину Скину Ого Вот так Вот Даже Да Патрончиков У меня Уже Немало Так 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 Гранаты Не Гранаты Пусть Будут А Вот Это Я Отдам Мне Это Не Надо Режики Пистолеты Тоже Не Надо Эти Винтовки Все Наверное Не Влезут Две Штуки Они Влезли Бы Походу О Ну Теперь Побежим Батареек Прикупим Для нашей Машины Может Еще Какие Такие Квесты По-любому Должны Быть Ну Да У меня Уже Такой Немаленький Урень 18 Урень Нифига Себе Еще Там Там По Квесту Выполнишь И Уже Будет 19 Уже Скоро Можно Будет Пробовать Миниган Брать В руки Да В принципе Его и Сейчас Можно Пробовать Но Пока Мне Эта Винтовка С Головой Этой Винтовки Хватает За Головой Так Купить Дальше Батарейки 6000 Так Хорошо Без проблем Наверное 6200 Так Давайте Еще Стимуляторов 8000 Ёлки Палки Палки так не знаю что там получилось у меня оказалось села батарея на ноуте прикиньте и ноут резко ушел в спящий режим срезка вот сразу так вот раз и ушел я думаю более наташи записывал елки-палки еще это все пропало это заново переписывать короче расстроился но я не знаю как получится не знаю как получится так купил и батареек и стимуляторов ого стимулятор уже 59 стимулятора уже 59 давайте книжечку это прочитаю вряд ли даст толк какой-то вы не узнаете ничего нового ну и такое бывает так и сейчас надо пробежаться 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 сбегаю к я еще к этой президенте кто-то танди может все-таки примет меня где он что-то бежишь так вот эти кстати тоже что-то отмороженное ты бахнера в игре или чё полицейский ряд иди к элизи она тебе даст там задание я прихожу она вообще разговаривать не хочет хотя я им помог я убил работорговцев и они меня приняли типа в рейдеры ну и все больше не хотят разговаривать странные какие-то надо почитать конечно в энциклопедии чудо по квестам потому что какие-то не мутные все на взрослые рабов у них нет поговорите ну вот видите не хотят говорить вам теперь уходите да что ж такое ребята я вам помог а ну-ка карма нкр боготворят короче какие-то не тут со своими приколами переелены на это радиоактивно кстати сюда заходить нельзя я как-то пробежал эти разозлились и начали меня стрелять вот смотрите еще сохранюсь и понеслась да вот так вот бывает а мне надо еще какой-то штриха здесь найти об этом штрихе никто никто не хочет говорить к одному подбивал ко второму третьему все ну как-то на морозе а мне надо ему передать диск а как его передать не знаю так побегаю к я щас еще сюда по захожу блин кто-то стало и не видно кто не видно кто и зайти не могу ладно ладно зайду-ка я еще куда-то куда-то может сюда и наверно а вот смотрите вход какой-то и наверно я и наверное все на сегодня точно будет потому что что-то желание не туда и и времени уже нету так сейчас я подойду к этому еще штриху чон там чон там стоит может меня пропустит вот так вот просто так на раньше никто не пустит блин а мне надо мне что-то это раньше кстати надо просто так на мне не просто так мне надо там диск передать товарищи вот мудила короче ну вас нафиг всем спасибо ну не вас нафиг а этот эту игру и вот этих вот жителей нкр надо будет почитать как пробраться на это раньше потому что мне вот как раз на это раньше и надо мне надо передать один диск а может быть из-за зависимости мне и наверное да мне вот зависимость а зависимости какие-то препараты употреблял ну в стрельбе короче возможно интеллект у меня сейчас маленький и никто со мной сейчас не хочет говорить я понял ну зависимость пройдет потом что-нибудь попробуем так ладно всем спасибо за внимание всем всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем и все такое всем пока